Девушки отдыхают Зубок, а что ты за пучок травы на урок принёс? А, это мне Енотыч дал Говорит, раз у вас урок природоведения Пусть Александра Сергеевна Расскажет вам про эти удивительные растения А что у них удивительного? Трава как трава Я тоже не понимаю Пахнет вкусно, правда? Вот, понюхайте Ой, и правда Пахнет как конфетка Добрый день, юные любители природы Здравствуйте, друзья Здравствуйте, Александра Сергеевна А что это у тебя в лапке, Зубок? Не знаю, ну, посмотрите Посмотрю с удовольствием Вот, это от Енотыча Он сказал эти травки На урок принести Ну-ка, ну-ка А, это же мята Удивительное растение Одна из ароматных трав Спасибо, Зубок Пожалуйста Мята ароматная Это точно А что, таких душистых трав много? И все по-разному пахнут? Конечно Я думала, что трава вообще пахнуть не может Только цветочки Так чем же это самое мято удивительно? Тем, что пахнет, как конфетка Это не мята пахнет, как конфета А наоборот Конфета, как мята Дело в том, что в некоторые леденцы Добавляют особую ароматную выдержку Из этой травы А теперь давайте хорошо рассмотрим Это растение Чтобы его запомнить И отличать от других трав Посмотрим Листья круглые Не круглые, они много вытянутые Правильно Чуть-чуть продолговатые и заостренные А по краям листа зубчики Ученые называют такой край листа Остро пильчатым Точно Как острые зубчики пилы А в том месте, где листья прикрепляются к стеблю Растут маленькие новые листочки Молодец, Веснушка Ты наблюдательная Смотрим дальше У мяты цветки маленькие Розово-фиолетовые Ой, какие малюсенькие Да, зато их много А где мята растет? Мята чаще всего растет на полях и лугах А еще по берегам рек, ручьев и других водоемов Это очень полезная трава Из нее делают приправы, напитки А еще она очень полезна при многих болезнях Ой, точно Енот всегда пьет чай с мятой Если простудится Здесь у нас, я вижу, не один вид мяты Вот это мята перечная Ее ни с чем не спутаешь Смотрите, у нее стебель темно-фиолетовый А почему ее называют перечной? Это от слова перец? Да, так ее назвали Из-за слегка жгучего вкуса Так, вот это, похоже, мята азиатская У нее такие бархатистые листочки Вот это мята луговая А вот родственник мяты Трава под названием мелиса Она тоже используется и в медицине И в кулинарии, как приправа Мелиса Красивое название С греческого языка Оно переводится как пчелиный лист Потому что это любимое растение пчел А мелиса тоже пахнет? Да Ее запах похож на запах мяты И немного на запах лимона Лимона? Вот это да! Мелису иногда называют лимонной мятой А листья у нее чуть-чуть другие У мяты они у стебля прикреплены А у этой мелисы они на черешках Ты, Веснушка, сегодня очень наблюдательная А цветочки у мелисы какие? Вот, посмотрите Похоже на цветки мяты Но чуть другие Ага, белые Вообще они очень похожи, мятая мелиса Конечно Александра Сергеевна ведь сказала Они родственники А вот еще один родственник мяты Тимьян или чабрец Но это не трава, а маленький полукустарник А у него листики не такие, как у мелисы или мяты Точно! Маленькие такие Вся веточка ими покрыта А еще у мелисы и мяты листья мягкие А у тимьяна жесткие А цветки у него маленькие Розовые И их тоже очень любят пчелы А тимьян как используют? Тоже как лекарство? Все ароматные травы используются и как лекарство, и как приправа Я, например, очень люблю добавлять тимьян в чай Получается полезный и душистый напиток Значит, все ароматные травы родственники мяты? Нет, вот, например, трава, которая вам очень хорошо знакома Но которая не имеет к мяте никакого отношения Это же петрушка! Простая петрушка тоже ароматная трава? Конечно! Она ведь пахнет и используется как приправа Точно! Еноточка всегда кладет ее в суп или в картошку И салаты с ней вкусные получаются Тот вид петрушки, который у еноточки на огороде растет Называется петрушка кудрявая Точно! Кудрявая! Из далека листья как будто кудри Интересно, а я никогда не видел цветки петрушки Она вообще-то цветет? Конечно! Петрушка из семейства зонтичных Поэтому и цветет она зонтиком Вот так! И правда, будто зонтик! Я знаю! Укроп также цветет! Точно! Укроп тоже из семейства зонтичные Но листики у него совсем другие Да, и высотой он больше, чем петрушка А укроп тоже ароматная трава Потому что пахнет вкусно И потому что приправа из нее вкусная получается Правильно! Молодцы! Существует еще множество видов вкусных и полезных ароматных трав Но их так много, что рассказывать о них очень долго Надеюсь, вы запомнили те виды, которые я вам сегодня показала Запомнили! Да, запомнили! А мне даже захотелось попробовать чай с Мелиссой Интересно, она правда пахнет лимоном? А мне чай с тимьяном О! После урока пойдем к еноточу У него наверняка есть разные ароматные травы Друзья, наш урок окончен Спасибо вам, Александра Сергеевна! До свидания! Любите природу, изучайте ее И вы узнаете много интересного Субтитры создавал DimaTorzok